Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Это программа Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, как всегда, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Традиционно немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется, столбики термометров поднимутся до 30 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 7 метров в секунду. Искусство. Традиционное и современное. Цикл лекций под таким названием организуют во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Это совместное мероприятие Дворца и творческой мастерской «Воздух». Проект создан для знакомства посетителей с диалектикой нового и традиционного в истории визуальных искусств. Встреча 19 июня будет посвящена традиционным жанрам и сюжетам в современном искусстве. 26 июня обсудят примеры новых прочтений классики, которые позволяют по-другому взглянуть на музейное пространство. На тему стремления к новому через переосмысление старого участники встречи поговорят 3 июля. Все мероприятия пройдут в выставочном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Начало в 19.00. Задолго до появления людей на нашей планете жили динозавры. Они властвовали почти 150 миллионов лет. А сегодня мы встречаем этих животных в кино и мультфильмах, компьютерных играх и книгах. Наверняка в детстве многие из нас мечтали своими глазами увидеть этих доисторических существ. И вот теперь у гомельчан есть уникальная возможность осуществить детские фантазии и перенестись на миллионы лет назад. В интерактивной экспозиции на открытой площадке перед зданием Зимнего сада стоит 12 фигур этих монстров. Они моргают, двигаются, дышат и даже издают звуки. Так что спешите окунуться в этот загадочный мир. Ожившие динозавры будут ждать вас до 9 августа. И если динозавры хорошо знакомы всем, то о первобытных членистоногих такого сказать нельзя. Во дворце Румянцевых и Паскевичей откроется выставка «Гигантские насекомые». Членистоногие – наши неизбежные соседи в любом уголке планеты Земля, поэтому изучить их историю должно быть увлекательно. И сделать это можно будет на выставке «Гигантские насекомые». Хитиновые монстры палеозойской эры будут ждать вас в выставочном зале дворца с 18 июня, так что не пропустите. Гомельчане могут познакомиться с выставкой «Парк пушистых». Жующие, скачущие, пищащие и другие пушистые создания собрались в галерее Гаврила Ващенко. Это обезьянки, сурикаты, еноты и самые разные декоративные кролики. Кстати, вы когда-нибудь видели кроликов породы «Бабочка»? Если нет, то вам точно нужно успеть посетить эту выставку. Не пропустите. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к исправлению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите прекрасную возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. К другим интересным новостям. Пользователи социальной сети ВКонтакте осваивают функцию групповых видеозвонков. Одновременно к видеочату могут подключиться до 8 человек. Для того, чтобы начать разговор, нужно открыть беседу, нажать на иконку трубки и выбрать участников звонка. Добавить собеседника можно также и во время общения. А еще соцсеть ВКонтакте добавила функцию расшифровки аудиосообщений. И теперь голосовую запись можно перевести в текст. Нейросейт способна распознавать голосовые сообщения длительностью не более 30 секунд. Сервис уже функционирует в мобильном приложении, а чуть позже его добавят и в версию для компьютера. Если вы стали замечать за своим смартфоном, что он начал быстро разряжаться, у вас есть как минимум 4 способа это исправить. Время работы телефона без зарядки батареи всегда можно увеличить. Во-первых, нужно удалить приложения, которыми вы больше не пользуетесь или не пользовались и вовсе. Без их скрытой деятельности продолжительность работы устройства увеличится на 10%. Во-вторых, можно ограничить работу нужных вам приложений в фоновом режиме. Третий способ – продлить время до зарядки, выключить дополнительные сервисы, например, Wi-Fi и Bluetooth. И еще один распространенный способ – использовать стандартный режим энергосбережения. И будьте всегда на связи с вашими родными и близкими. В Китае выпустили аккумуляторную батарею для электромобилей с ресурсом в 2 миллиона километров. При этом срок ее службы – 16 лет. Это в два раза дольше, чем срок службы самых современных батарей. А вот стоимость нового элемента питания, как сообщается, будет выше обычного всего на 10%. Супруги из города Чарльстон в США, прогуливаясь по пляжу, сделали потрясающее открытие. Они отправились на прогулку по берегу местной реки. И в какой-то момент девушка заметила что-то странное среди листвы и камней. После отлива на берег вынесла подозрительный предмет. Эксперты сказали, что это огромный зуб доисторической акулы. Одна медведица в США решила научить своих малышей лазать по деревьям. Но она немного ошиблась с местом для этого урока. Мама привела медвежат к дому местного жителя. И пока она отвернулась, за медвежатами погнались домашние собаки. Диких животных с участка прогнали, но мама косолапых не оставила этот факт без внимания. Она ворвалась во двор и погналась за собаками. Увидев человека, она побежала к дому еще быстрее. Мужчина успел спрятаться, а медведица отправилась в лес, когда убедилась, что достаточно напугала обидчиков. А в Канаде к девушке в гости с утра пораньше заглянуло семейство диких медведей. Хозяйке дома, расположенного высоко в горах, каждое утро удается любоваться прекрасным видом. И незваные гости захаживают на задний двор тоже нередко. Хорошо это или плохо, решать и самой. Но можно предположить, что попивая кофе, наблюдать за семейством мишек, которые балуются и забавно гримасничают, дело интересное. А на этом видео волки с аппетитом съели арбуз и сломали все стереотипы. Ролик был сделан сотрудниками Центра сохранения волков в Южном Салеме. Так объясняют людям, как правильно взаимодействовать с этими животными, чтобы сохранить популяцию. Весной хищники сбрасывают свои подшерстки, но для того, чтобы спокойно переносить летнюю погоду, этого бывает недостаточно. И работники Центра угостили зверей арбузом, чтобы они почувствовали себя комфортнее. Сначала волки просто катали угощения по земле, а когда арбуз разбился, животные оценили все его вкусовые качества. В Санкт-Петербурге произошел интересный случай. Мужчина ехал по Пулковскому шоссе, когда заметил необычное шевеление травы рядом с бордюром. Он решил все это дело записать на камеру, и когда включил ее, из-за куста показалась утка с утятами. Семейство пернатых уже собралось прыгнуть под колеса машины, но автор ролика остановил свой автомобиль, и его примеру последовали другие водители. На помощь парню пришли две девушки, которые помогли направить птиц на другую сторону дороги. Птицы быстро перебежали трассу, а автомобилисты продолжили свой путь. Давайте чаще делать добрые дела. Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупиненко. А как всегда, хочу пожелать вам только улыбок окружающих людей и солнечного настроения. Редактор субтитров А.Семкин